а здрасте всем друзья приветули и у нас продолжается f1 а сегодня мы будем готовиться к новой гоночки гран-при вьетнама который кстати мы поедем завтра в прямом эфире поэтому приходите но друзья для начала мы конечно же вспомним что же было между этими двумя роликами а между этими двумя роликами было гонка гран-при бахрейна я в общем то предлагаю вам вспомнить как это было для тех кто не смотрел на вообще сразу же забегая вперед скажу что гонка получилась очень интересной как на мой взгляд поэтому здесь сверху вот по подсказочки вот тут вот 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 она я вам категорически рекомендую ее полностью посмотреть если у вас есть конечно же час времени лишнего ну а те кто не хочет смотреть в общем-то вкратце чё произошло в этой гонке стартовали мы с 12 позиции квалифицировали с тринадцатыми стартовали двенадцатым потому что карл сайнс получил штраф за заменой корресе коробки передач тут с износом общем-то все плохо к этому мы еще вернемся на старте в принципе мне удалось сразу же потерять две позиции 2 альфа-таури которые стартовали за мной пробились через вот эту кучу я не знаю почему меня всегда большие проблемы со стартом особенно в карьере потому что волнуюсь нельзя разложиться и так далее но в общем-то по прошествии первой связки поворотов мы уже занимали 14 позицию но на этой трассе можно обгонять поэтому мы в общем-то ринулись за нашими оппонентами что ли со мной ехал мой гоночный инженер кстати и большое ему за это спасибо очень мне помогал да и в общем-то это было весело если по ночью не заставлял меня терпеть ну ладно короче пятый круг и мы подобрались к вяту подобрались то мы к нему раньше но на дистанцию атаки вышли только на пятом круге и соответственно здесь было всего лишь одно место где можно было обгонять вот реально это была старт-финишная прямая потому что там был дрессик там длинная прямая slipstream в общем-то все дела поэтому можно было обгонять и на пятом круге мы обошли квята следующий перед ним был гасли из той же самой альфа-таури так как гасли был довольно близко к ряду то времени его догонять ушло немного и на седьмом круге уже была проведена первая попытка атаки но она не увенчалась успехом не всегда все получается с первого раза это нормально зато на восьмом круге гасли пал жертвой моего обгона в очередной раз здесь все прошло без сучка без задоринки и в общем-то все было прекрасно в итоге мы вернули себе двенадцатую позицию с которой стартовали и смогли поехать вперед пока я рубился с гасли кстати и за счет того что в первый раз у нас была неудачная атака гасли сам выпал из зоны крыла окон из-за этого правда умудрился отъехать далеко поэтому гасли было пройти проще простого в общем то надо было догонять окона и знаете что я его догнал это говорит о том что у нас есть темп чтобы тягаться даже среду правда это в бахрейне скажем так бахрейне я чувствую себя довольно таки комфортно в общем то на двенадцатом круге получилось уже догнать окона точнее даже пройти окон а все в том же самом месте потому что других мест для обгона здесь уж для нашей машины точно нету был бы у нас mercedes какой-нибудь можно было бы тягаться в других местах пытаться но этого увы не случилось также на двенадцатом круге кстати уже чувствовался расход резины и переместившись 12 позиции в двенадцатом повороте на двенадцатом круге я потерял сцепление с трассы задних колес и в общем то немножко убился здесь был заюзан первый флэшбэк я напомню что у нас их на гонку 3 если три раза разбиваю машину то на четвертый раз когда разбиваю я схожу с гонки нахрен да я думаю что это дерьмо мы еще увидим с вами потому что есть раз где мне всегда больно ну ладно мы не об этом на пятнадцатом круге нам надо было ехать на питы но так как комплект был уже изрядно изношен и вообще мы с инженером приняли решение зандеркатить впереди идущих когда прошла волна пит-стопов за нами уже оказались строл и норрис в принципе были отыграны позиции правда на семнадцатом круге норрис таки нас прошел его удерживать было очень тяжело парень несся просто к победе удержаться за ним мне вообще ни разу не получилось тем более если мне не изменяет память я ребята простите я по памяти сейчас эту гонку рассказывал это у вас тут картинка есть в общем то если мне не изменять память у скорее всего он был на софте на более быстрых шинах и соответственно на медиуме за ним тягаться было очень тяжело но к двадцать восьмому кругу норрис там обошел переса если мне память не изменяет и мы догнали переса и смогли его соответственно пройти на двадцать восьмом круге в том же самом месте за пересом держаться тоже очень тяжело было знаете ли розовые мерседесы и все такое правда игра еще не знает наверное что это розовые мерседесы и даже на ferrari с ними тягаться очень тяжело но в общем-то расклад сил у нас примерно такой на тридцать шестом круге мы таки поехали в бокса еще раз причем отложив пидстоп на круг у нас первый был более ранее соответственно второй раз мы проехали на круг больше на этом комплекте и нас каким-то образом зендер катил карла сайнс причем он оказался довольно таки далеко впереди и его пришлось догонять не знаю каким образом но расстояние с сайнсом постоянно сокращалось несмотря на то что он был на том же самом макларене что и ландо норрис и к сорок второму кругу мне удалось до него добраться правда атака которая была на карлоса она была крайне не успешной из-за чего это падла опять уехала вперед далеко и тягался с ним до сорок девятого круга лишь на сорок девятом круге мне удалось его достать и в принципе уже более менее адекватно его пройти вроде как со всех сторон этот повтор выглядит адекватным чистый обгон каркарыч оказался позади нас а мы кроме того что в очках у нас уже целая девятая позиция это целых два очка это было круто впереди правда был еще дэн рикьярдо который ехал в том же темпе что и бы оставалось меньше десяти кругов и мы такие ринулись погоду за ним единственное что было в нашу пользу то что у нас был комплект свежее потому что дэн вроде как заезжал круга на 4 на 5 раньше чем и соответственно в нашем комплекте было жизни опять кругом больше мы долго ехали за ним и внезапно отрыв начал сокращаться у него действительно умерли шины стал раньше тормаживаться и все такое и 54 кругу мы его достали но здесь было не все так радужно потому что если бы я его прошел на 54 или 55 круги то велика вероятность было что он бы прошел меня на этой же самой прямой обратно потому что для обгона приходилось тратить и обогащенку и ирс полностью весь высаживать поэтому я решил два круга за ним продержаться и подкопить немножко ирс а поэкономить топлива потому что догонять его пришлось используя обогащенку и уже на самом последнем круге совершить на него атаку чтобы проехать потом круг так как там негде обгонять по сути дела чтобы у него не было такой возможности и в общем-то атака была проведена и на последнем круге мы выходим на восьмое место взяв копилку целых четыре очка правда эта падла очень пыталась я на меня атаковать везде где только можно и заставила меня ошибиться в восьмом повороте если мне память не изменяет да и плюс у меня был довольно таки изношенный комплект в общем то чё-то перегазовал переволновался знаете ли уехал в стену и потратил на последнем круге свой второй флэшбэк или это было наоборот в общем то не важно может наоборот я еще как догнался за дэнчиком и слеп стриме потратила честно не помню сейчас в общем то вы сейчас то все видите на своем экране и вроде как там решил немножко сделать нарезочку но в общем то как то так в итоге гонку мы завершаем на восьмой позиции карла сань становится пилотом дня за свой прорыв с 18 место эту гонку я считаю крайне удачно мы заехали в очки мы проехали всю дистанцию наш двигатель не сдох мы обгоняли в группе б перед нами оказался лишь ландо норрис который был недосягаемого но в общем то тут нечего было поделать этот результат для нашей команды которые где-то между хасом и вильямсом находится это прям очень классный результат еще после гонки у нас было интервью и я честно говоря уже даже не помню что там было и что я отвечал но вот оно на ваших экранах там по-моему два вопросика было изменение изменяет память я по-моему в аэродинамику решил упороться потому что ее в общем то надо прокачивать и по сути дела это были те ответы которые я действительно думал а мы ребята тогда возвращаемся что называется в настоящее время у нас впереди гран-при вьетнама вьетнаме мы поговорим чуть чуть попозже потому что для начала весь менеджмент который надо сделать ну и статистика кстати после после гонки да во первых турнирная таблица мы занимаем десятую строчку а опережая и рикарда и окона и альфа таури у нас четыре очка по сути дела мы может быть даже девятую строчку делим с лансом стролом но у него видимо финиш выше был когда он без очков заезжал или он да неважно алтарь и ботас у нас лидирует в чемпионате у него 50 очков принципе у него один единственный соперник это льюис хэмилтон который эту гонку провалил по сути дела в какой-то момент в гонке он был просто перед нами но правда он выезжал на пидстоп а я туда заезжал вот а ботас уехал вперед ну и в первой гонке льюис у нас сошел таким и надо у феттеля больше очков чем у леклера и у албана больше очков чем у ферстаппина что в принципе немножко странно ну да ладно в кубке конструкторов мы занимаем шестую строчку опережая рено и альфа таури до редбулов нам не дотянуться до макларенов там скорее всего тоже не дотянуться с рейсинг-поинтом не знаю может быть поборемся за пятое место но я в этом сомневаюсь плюс еще неизвестно как все будут вести и рено и альфа таури хотя альфа таури скорее всего нам не соперники уже по крайней мере мне а лизе кстати в очки не не то что в очки он до финиша не доехал буквально в начале трасс сошел в чем он по-моему был единственный сошедший да ну и в общем-то за два гран-при я проехал 173 круга или 1042 километра это без моих подготовок которые я катал в оффлайне там грубо говоря не в этой карьере там просто круги трасс тренировал а ты в чисто в этой карьере у нас теперь среднее место на финише 11 но это в общем-то не самая интересная информация так что как-то так ладно погнали к менеджменту во первых у нас есть девять дней для распределения всяких активностей поэтому я предлагаю во первых интенсивная работа с отделом износа устойчивости пускай ребята тоже прокачиваются и работают можно потратить 10 тысяч долларов на какое-то финансируемое событие команды и всем отделом поднять настроение на пять процентов можно потратить пять тысяч денег и поднять репутацию команды на соточку можно немножко поднять нашего пилота ализе но я не хочу сейчас заниматься пилотом я говорил при первой же возможности я его поменяю на рангу на танго можно поднять репутацию команды и заработать денег но потратив настроение отделов и записать рекламный ролик для болида а также можно немножко прокачать еще нашего второго пилота это понимаю тоже репутацию прокачать мне это тоже не очень интересно если честно поэтому давайте мы возьмем финансируемое событие команда или нет вообще неплохо было бы записать вот этот рекламный ролик ладно давайте мы ой я случайно не то понажимал случайно нажал автоматическое заполнение надо это все постирать в общем то работа с отделом износа устойчивости мы делаем записываем рекламный ролик и на два дня и спонсируемое событие тоже для репутации команды в общем то надо это все дело повышать как то так так что здесь у нас все есть все прокачано что у нас по сообщениям сравнение параметров мы приближаемся к хасу что в принципе не знаю радует или не радует далее по отделам износа устойчивость я собирался качать следующим но здесь надо все равно еще полтора миллиона денег у нас этого нету нас на данный момент на счету 1 миллион все остальные не знают активности не активности в общем то тоже здесь все плохо можно прокачать анализ для второго пилота но опять таки пока что не хочу а в принципе потом может и деньги будут далее исследования переходим к ветке исследований у нас за фейлился двигатель система зажигания новая это не есть хорошо но в общем то за 2 этих сам за 250 ресурсов мы можем опять эту разработку поставить и она приедет в пятницу на свободные практики гран-при вьетнам и соответственно в гонку мы поедем уже с этим обновлением также у нас сейчас стоит в обновлении в разработке износа устойчивость заднее днище у нас стоит и вроде как это все должно приехать вот-вот-вот-вот-вот должно приехать да в общем то мы об этом сейчас узнаем да кстати вот здесь можно посмотреть нет на 6 апреля у нас шасси при это после вьетнама износа устойчивость 9 апреля тоже после вьетнама а вот аэродинамика к нам новенькая может сейчас заглянуть но соответственно историю прогресса мы видели по поводу износа общий износ силовой установки у нас сейчас 30 процентов что-то чуть больше что-то чуть меньше в общем-то гран-при вьетнама мы еще проедем на нормальной силовой установки а следующую гонку которая уже будет после вьетнама там там китай у нас уже могут начаться проблемы с износ и это скажется на мощности а там есть длинющая прямая так что может быть у нас из-за этого будут проблемы и в общем то мы его можем всрать по поводу коробки передач у нас 39 процентов соответственно еще две гонки мы на ней проедем скорее всего будем ушатывать ее до 80 процентов ничего не поделаешь каждые три гонки менять коробку это знаете ли мы упремся в штраф по компании кстати да нам еще не доступно спонсор хотя мы сейчас пройдем активности может быть там немножко репутацию себе повысим и может быть добавим нового спонсора не знаю заверши 75 кругов на команду за один гоночный уикенд в прошлый раз мы это сделали получили свои кровные денежки до поводу контракт все понятно репутации пилотов здесь тоже все у всех все растет я все еще заглядываюсь вот на этого паренька ранку на танго твою мать не знаю почему мне так радует кому интересно наша статья расходов расходов доходов в общем-то все это понятно но и персонализация нас не интересует ливрею мы менять не будем поэтому в общем-то погнали переходим дальше и походу что-то у нас за фейлилась а ну-ка отделы исследования характеристики а где показать древо исследований нет ничего не за фейлилась о чем не несет почему не показал что она все за фейлилась ладно не суть важно вот она мы готовы переходить гоночному уикенду третья гонка но для начала я конечно же хочу посмотреть исследование что нам приехала а что нам не приехала аэродинамика к нам приехала все хорошо ну и соответственно система зажигания к нам тоже приехала все хорошо соответственно мы чуть-чуть поднялись mercedes развивается вообще семимильными шагами видите все команды развиваются поэтому их догонять будет относительно тяжело но мы ближе теперь к хасу чем к вильямсу это это меня радует соответственно друзья переходим к гоночному уикенду на сегодня еще ждут тренировки и разумеется квалификация ну что ж друзья добро пожаловать во вьетнам это новый трасс в календаре f1 и вот собственно у вас перед глазами и и схема со всеми поворотами ну и программа освоения трассы что я вам вообще хочу сказать про гонку которую нас ждет нас ждут большие проблемы здесь есть длиннющая прямая от девятого к одиннадцатому повороту но 10 поворот сами понимаете не поворот там все на газ в пол соответственно по моим практикам единственное нормальное место чтобы обгонять по крайней мере не на mercedes и на нашем карте это шпилька 11 поворот 11 12 в общем-то после прямой блин как вырубить джеффа мне кажется знаете что можно здесь потому что я сейчас собираюсь вам порассказывать тут есть настройки звука и голоса нахер джефф заткнись так вот что я хотел сказать значится единственное место где можно обгонять это после вот этой длиннющей прямой по крайней мере у меня в других местах не получается да на mercedes можно обогнать вильямс и в связке 2 3 поворота у меня получалось и в принципе на прямой который идет от 5 к 6 повороту но на нашем корыте так как мы будем бороться с хасами с вильямсами там может быть альфа ромео альфа таури в лучшем случае эти места не обгонные то есть нужно выходить на эту прямую четко и у меня с этим самые большие проблемы хотя игра так не считает все практики которые я ездил у меня там дельта прямо росла на этой прямой а в эсках начиная от 14 до 22 поворота у меня всегда дельта падала хотя именно в этих местах я приближаюсь к своим соперникам с 9 поворота они от меня уезжают короче не знаю что делать меня три круга ушло на то чтобы проехать освоение трассы не получилось у меня с первого раза из 2 тоже просто ворота расположены не там где нужно не там где хочется ехать и я сомневаюсь что через ворота быстрее ну да ладно в общем-то нас ждут большие проблемы контроль резины я выполнил с первого раза экономия топлива тоже с первого раза в принципе тут проблем не было можно было даже газ не сбрасывать как-то она экономится нормально особенно в эсках и особенно на первом круге там прям вообще норм управление ср я два раза всего лишь кнопку поражал чуть-чуть всю трассу в принципе но это легкая программа и она действительно не учить а пользоваться и рисом как-то там все неправильно квалификационный темп я прошел два раза на двух свежих комплектах первого раза я заехал на 21 позицию это наша цель была со 2 на 17 в общем-то по сравнению с прошлым разом да у нас проблемы кстати в квалификационном темпе мне игра показывал что я теряю именно на прямой а там почему-то нет ну и стратегия на гонку я не поехал на трех комплектах я поехал на двух комплектах на харде ехать не хочу я своей нет раз на нем проходил вообще не юзабельная резина все очень плохо в общем-то опять-таки расход нам обещает прям крутой топлива обещают нам расход тоже в принципе адекватный в общем-то это мы посмотрим в гонке опять-таки зальем все 110 килограмм если что обогащенка на этой прямой прям мне вообще не помешает лучше лишний топляк ну и цели команды здесь я выполнил все так что максимальное количество ресурсов которые можно было собрать мы собрали на этом в общем то практика подходит концу и пришло время для квалификации и да кстати из-за своего квалификационного темпа я меньше трех сотых проиграл хэмилтону на мерседесе я не знаю как это работает на 17 позицию типа квалифицировался в практике 3 в общем то мы все равно боремся за второй сегмент но хотелось бы сэкономить комплекты шин поэтому в первом сегменте у нас будет всего лишь одна попытка ее надо проехать прям четко она еще ресурсы да конечно же ресурсы это самое главное нас и теперь 1080 посмотрим сейчас может быть можно что-нибудь попробовать вкачать мы по репутации потихонечку догоняем джулиана ализе все хорошо в принципе да кстати за практику я дважды сломал себе антикрыло переднее но не то чтобы прям сломал но в общем-то трохи покоцал что говорит еще тоже о проблемах зато кстати в практике когда я проходил стратегию на красных шинах внезапно из боксов выехал окон передо мной я за три круга его прошел правда он на желтых что не есть хорошо трасса входное в общем-то здесь всякая информация по поводу погоды у нас все будет нормально начнем в пасмурную погоду закончим в облачную но так как нам дали немножко ресурсов я думаю что нужно залезть и что-нибудь прокачать по крайней мере заказать себе что-нибудь можно движку вероятность неудачи 20 10 процентов хорошая вероятность неудачи 125 ресурсов стоит и и аэродинамику плоскость заднего антикрыла в принципе можно кстати это это у нас ресурсов хватает 24 апреля нас ожидается одно и 20 апреля в общем-то это все дело будет между китаем и антвардом лично в общем-то болит мы тоже потихонечку развиваем все остальное у нас в разработке после этой гонки приедет шасси и износа устойчивость или не приедет тут как повезет а мы тогда переходим к валя и соответственно я ставлю одну единственную попытку первом сегменте ее надо проехать хорошо чтобы две попытки проехать и оставить комплекты шин потому что изнашивать все комплекты здесь тоже большой износ шин идет на этой трассе поэтому тут как бы сами понимаете нужно комплекты экономить в общем-то погнали в ковалу вообще перед этой попыткой я даже время промотаю и выйду прям вот на последних чтобы была какая-то дельта на которую можно будет ориентировать которую нужно будет ориентироваться поэтому на трассу мы сейчас выйдем в последние три минуты время мотаем первую попытку я решил пропустить да я могу нарваться и не пройти во второй сегмент и тогда у нас будет прям много комплектов не знаю зачем они нам столько нас будет целых три свежих софта и два свежих медиума харди я ехать не хочу от слова совсем 345 в общем-то давайте выезжаем на трассу и ставим круг что друзья одна попытка и 12 место после первого сегмента и это было капец как сложно заработать максимум ресурсов свободном режиме какую-то ачивку мне дали здорово в общем то я себе еще и левел прокачал все круто 137 и 7 в общем то можно в принципе ехать это хорошо фух это было потно кстати говоря да зато у нас второй сегмент и здесь мы уже можем поставить две попытки первую на старых шинах а вторую на новых на свежих и соответственно два комплекта свежака у нас останется на гонку в общем то первую попытку я ставлю а там посмотрим ну и после первой попытки друзья мы конечно же на последней позиции да еще есть целую секунду проигрываем хасом но попытка была мягко говоря прям вообще фейловая да и шины старые то есть как вы видите если сравнивать вот эти два комплекта то на секунду быстрее просто этот самый комплект и сейчас мы на нем жахнем жахнем самую последнюю попытку потому что 3 сегмент нам прям не светит это прям точно а вот повыше стать во втором хотелось бы на 12 можем заехать это уже показала практика поэтому погнали а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Всем всего доброго, пока-пока